Все бросить, уехать, оставить, по мне это какое-то некое предательство. Я не могу халтурить, у меня точно есть турецкая кровь. Вот сама петь я, наверное, не люблю. Я люблю учить петь. Сегодня в кадре Татьяна Бедерина, заслуженный работник культуры России, директор Центральной детской школы искусств Благовещенска, дирижер образцового художественного коллектива Министерства образования и науки страны Академического хора детства. Татьяна Леонтьевна родилась в Шимановске, окончила музыкальное училище в Благовещенске и Дальневосточный институт искусств во Владивостоке. По итогам Всероссийского конкурса «Образовательная организация 21 века» Лига лидеров 2021 ЦДШИ объявили лучшей детской школой искусств России, а сама Татьяна Бедерина удостоена звания «Эффективный руководитель». Ну, наверное, умение распределять время и правильно ставить акценты, цели и добиваться результата. Вот, наверное, в этом есть эффективность. Горжусь тем, что однажды я участвовала во Всероссийском конкурсе «Лучший преподаватель детской школы искусств» и получила звание победителя. Это наше чемпионство на мировой хоровой олимпиаде в Сочи. Это очень круто. Это высокий результат на самом деле. Неважно, в каком ты месте находишься, важно то, что ты делаешь. Я понимаю, что я не могу халтурить. Я, если работаю, то я должна это делать на очень высоком профессиональном уровне. И все для этого делаю. Конечно, не то, чтобы соблазн был. И приглашения поступали. И приглашения поступали не только из городов России, но и даже из-за рубежа. Но в силу того, что, во-первых, ты связан семейными узами, здесь твои родители, дальше уже дети и так далее. То есть все бросить, уехать, оставить. По мне, это какое-то некое предательство. Даже по отношению к городу, к тому месту, где ты родился, к тому месту, которое тебя возрастило. Поэтому я думаю, что правильное было решение здесь работать, здесь жить и приносить пользу. У меня двое дочерей. Замечательных, прекрасных. Но прежде всего они мамы. Они получили образование здесь, у нас в городе Благовещенске. Закончили наш Амурский государственный университет. Старшая дочь у меня с 2005 года живет в Америке. Там у меня растет уже трое внуков. А младшая здесь у нас в Благовещенске со мной тоже подарила мне замечательную внучку. Честно говоря, это не приветствую и не люблю. Не потому что я с этим не могу дружить. И там технически для меня это все непонятно. Очень даже все замечательно, понятно, прекрасно. Но, во-первых, у меня нет на это времени. Вот, ну, как бы, знаете, я себя там здесь увидела, там увидела все это, повыставляла. Я считаю, это лишнее. Наверное, первое — это генетика. Вот у меня, моей мамочке недавно исполнилось 90 лет. 90 лет. Она у меня замечательная, она у меня красавица, она у меня модница. А у нее еще есть старшие сестры. Одной 94 года, а другой 92. Вот той, которая 94, она живет в Литве. И сейчас очень сетует на то, что пандемия, она не может выехать. Она практически каждый год приезжала сюда, к нам в гости. Она очень ждет тот момент, когда откроют границы, и она приедет сюда в Благовещенск. Вот на данный момент 94 года. Что касается каких-то там других моментов, я думаю, что секрет только в одном. Это любовь к делу, тому, чем ты занимаешься, любовь к детям, безусловно. Они меня питают. Я питаю их энергетически, а не меня. Ну и, наверное, просто позитив. Наверное, у многих, не только у меня, но у меня точно есть турецкие какие-то там, турецкая кровь. Потому что моя бабушка по маминой линии, она всегда говорила о том, что ее вот родители, они из Турции. И моя бабушка, вот она даже внешне очень-очень сильно вот походит на турчанку. И моя сестренка родная Света. Инструмент? Голос. Любимый артист, кумир? И Хибла, Герзмава, и Хворостовский. Конечно, и не Трепко. То есть это вот такие голоса. Конечно, не эстрада, нет. Вы строгий педагог? Я думаю, да. Вы закрытый человек? Нет. Любите петь? Вот сама петь я, наверное, не люблю. Я люблю учить петь. Мечта? Ой, чтобы не было границ между странами. Безвизовое посещение.